Доброфлот 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 Если укрупненно посмотреть, то с точки зрения глобальной, это турбулентность, которая у нас финансовая есть, и вот та экспертиза, которую предоставляет Российский сельхозбанк с точки зрения аналитики, она, конечно, нам позволяет более уверенно чувствовать себя, инвестируя огромные средства в, по сути, новую отрасль по глубокой переработке. Традиционная рыбная отрасль, она ориентировалась на экспорт непереработанного сырья, а в данном случае у нас задача стоит именно уходить в конечного потребителя, в продукт, который будет выставлен, готовый для ритейла, для реализации, для потребления. С этим никогда отрасль не сталкивалась, но вот благодаря экспертизе Российский сельхозбанка мы, беря за основу те шаблоны, которые отработаны в сельском хозяйстве, двигаемся в этом направлении. Поэтому из практических вещей, которые я бы хотел предложить, возможно, на рассмотрение через авторитет нашего уважаемого банка, привнести какие-то инструменты, предполагающие стабильность инвестирования, потому что мы заходим в инвестиционные проекты, длина которых исчисляется 3-5 лет, а банк, имея колоссальную экспертизу в этом вопросе, все-таки защищается вот этой, на мой взгляд, не очень корректной формулой, когда привязывается к ставке рефинансирования. Но банк, имея такую экспертизу, мог бы, конечно, взять этот риск и на себя, потому что мы в бизнесе не в состоянии эти вещи предсказать, а просчитав любые финансовые маркетинговые модели, выстроив любую инфраструктуру логистическую, товаропроводящую, мы в любом случае зависим от финансовых колебаний. И вот здесь, на мой взгляд, роль банка переоценить очень сложно. Первое пожелание – перевести систему взаимоотношений с крупными промышленными и агропромышленными инвесторами на модель, где банк берет на себя большую ответственность за финансовые колебания, то есть отвязаться от ставки ЦБ. Это нечестно, скажу так. У вас больше на это возможностей есть, вы можете больше в этом вопросе предсказать и, по большому счету, при взаимодействии с государством, можете этот вопрос нейтрализовать, если он принимет какие-то острые формы. Ну и второй вопрос, который тоже хотел обозначить, это вопрос качества продуктов питания. Наша компания давно и серьезно развивается на этом рынке, и вот хотел бы поблагодарить коллег из X5, то это, наверное, единственная федеральная сеть, которая не была подвергнута вот этому пороку, когда недобросовестные производители занимались тем, что подменяли сырье, скажем так, и занимались контрафактом. Вот сеть в данном случае может себе позволить на уровне своих институтов оценки качества продуктов оградить конечного потребителя от обмана, а иногда просто от опасности. К сожалению, современная правоприменительная практика контроль надзорных органов это сделать не позволяет. Именно, хочу заострить внимание, правоприменительная практика, потому что законы все позволяют. То есть там просто нету, ну скажем так, воли в этом вопросе. И вот сеть, в частности X5, продемонстрировала на уровне страны то, что они в состоянии своими институтами контроля качества полностью оградить потребителя от недобросовестной и контрафактной продукции. Вот, в принципе, два пожелания банку и ритейлу сетям, чтобы у нас конкуренция была честная, а продукты были вкусные и полезные. Приятно, что битнес-бизнес говорит про честную конкуренцию. Большое спасибо вам, Александр, за такие предложения и в адрес финансового сектора, и в адрес ритейла. Очень мне понравилось то, что вы сказали про свое направление, что вы имеете бесконечный потенциал развития. И, наверное, тут возникает один вопрос. Для того, чтобы реализовать этот потенциал, что вам все-таки нужно в двух словах? Я уже это обозначил. Фиксированная ставка на долгосрочные инвестиции и контроль качества ритейла.